А вот с вами Юлик, мы смотрим «Это жизнь» и ролик называется «Я из очень бедной семьи». Ну, пока что звучит как-то скучно. Хорошо, ты из бедной семьи. И у тебя есть суперспособности! Или ты получил в наследство миллиард долларов? Или ты сбежал из дома и стал бродячим артистом, и потом открыл свое вечернее шоу? Или ты просто будешь ныть нам 6 минут? Меня зовут Карлос. Карлос. Хе-хе-хе. Хорошее имя. Расскажу вам по названию... Буду звать тебя Лопух, потому что у тебя очень большие уши. Ящему воодушевляющую историю. Я из очень бедной семьи и нашел способ, как сделать жизнь близких намного лучше. О, может быть, это будет приятная история, не токсичная, добрая. Но я ее испорчу, блядь, ремнем! Ух, блядь. Сидишь в офисе, с ума сходишь, ты у меня. Ух, блядь. Ух, ремнем машешь, веселюсь. Мой отец нелегально эмигрировал в США. Опа! Вот и все, Карлос. Папаша твой отправляется домой после этого ролика. Его найдут и депортируют. И тебя, и маму, и всех твоих друзей. Три года. В нашей стране мы умирали с голоду, потому что найти работу было невозможно. Это очень печально. Вы умирали с голоду, и ваши родители, твои родители, решили завести еще одного ребенка. Это очень смело и недальновидно. Я бы даже сказал, смелость на грани слабоумия. ...который отправлял нам отец. Тем временем он пытался получить вид на жительство. Я не могу над ними смеяться. Я буду их поддерживать. Ваш батя молодец, усы у него четкие, и все у вас будет хорошо. Присоединиться к нему. Наконец, когда мы приехали, наша жизнь стала намного лучше. И каждый... Ну вот и все. Ну и хорошая история. На ней закончим. Достаточно еды для пропитания. И к вам по соседству поселилась девочка, у которой пил папа и мама. И она забеременела от грузчика. И ты на ней женился, чтобы она... Чтобы ее отчим не имел прав на ее ребенка. Да, это сейчас отсылочка будет. Новая жизнь казалась нам чуть ли не роскошной. И я очень гордился своим отцом, что он смог так многого достичь своим собственным трудом. Круто. Когда я пошел в школу в Америке, то заметил... Что у всех айфон 11 у меня нет. ...изни моей семьи и семей моих одноклассников сильно различался. Я носил поношенную одежду. А моей школьной товарищи новую. И у всех были смартфоны. А я даже мечтать не мог о телефоне. Похожая история на предыдущую. Но в этот раз сопереживаешь мальчику. А не как в прошлой. Какой мразотый такой. Ну я, папа, хочу айфон. Свою топлю старый. Поэтому мальчишке нечего утопить. Кроме промолчок. Я помню, как-то учительница спросила нас на уроке, кто кем хочет стать, когда вырастет. И ребята говорили, что доктором или адвокатом. А я сказал, что хочу стать дворником. Вспомнил о своих хороших друзьях OneX. У них высокая надежность, широкая линия. При регистрации по вот этому промокоду можно получить до 6500 бонусных рублей. Вся дополнительная информация в закрепе. Учительница поругала меня и сказала, что человек должен уметь мечтать и стремиться к лучшему. Все начали надо мной сме... Шабиш, училка? Шабиш. Точно шабиш. В смысле, блядь? Не могу мечтать о том, чтобы стать дворником. Кем хочу, тем и мечтаю. Биаться. Мне стало очень... Просто... Нет, не надо бить своих учителей. Мне пришлось тихо добавить, что я хотел стать дворником, как мой отец. Моим одноклассникам это показалось очень смешно. Скоты, да у тебя не одноклассники. Это гиены в коже людей. Нужно снять с них кожу, чтобы обнажить их гиенью сущность. Давай, лопух, ты сможешь. Возьми культяпку или грабли. У бати займи, у него наверняка есть. Учил кличку Дворник. У нас была большая семья. У мамы с папой было пять детей. И я самый старший. Прикольно. Мама не работала, потому что занималась домом. Я понял, почему мне показалось, что тут будет отсылка на ту историю. Потому что авторы этих историй... Расисты? Они такие, ну это мексиканцы, они плодятся, как собаки. Конечно, их должно быть пять. И в то, и в это история. А отцовской зарплаты не хватало. Конечно, он будет нелегалом, вы чё? Ребенком начал подрабатывать после школы и во время каникул. Стриг газоны соседей, убирался, выгуливал собак и тому подобное. Иногда я зарабатывал довольно приличную сумму денег. Я приносил ее домой, пополняя тем самым семейный бюджет. Классная история была про человека, который кроссовки купил на заработанные деньги. На моем канале где-то есть, я уж не помню, как она называлась. Напишите в комментариях, чтобы те, кто заинтересовались, могли посмотреть. Вот там круто вообще было и поступил он по-человечески. Как мои одноклассники отправляются со своими родителями... Вы посмотрите на их лица. ...на бюджет. Я смотрел, как мы... Это просто у них лица, как будто они дегенераты какие-то. ...и одноклассники отправляются со своими родителями... ...мы летим на море! ...бэ-бэ-бэ-бэ-бэ... ...в то время, как мне приходилось работать с утра до вечера. Но я им совсем не завидовал. Я был рад, что могу помогать близким и понимал, что мой заработок делает нашу жизнь намного легче. Главное, что мы любили и поддерживали друг друга. А что, ну, ну, как так? Все хорошо, ты умный пацан, нет никакого конфликта внутреннего. Конечно. Нельзя жить только работой и совсем без увлечений. У меня тоже была страсть. Музыка. Героин! Я его покупал, употреблял, продавал. Ну, вообще классно. Вот зажили тогда вообще пиздец. Меня не очень любили. И я иногда чувствовал себя очень одиноким. Музыка стала для меня отдушиной. И особенно мне нравилось... ...былось играть на трубе. Учительница музыки любила меня и считала очень талантливым. Поэтому я ее трахал. Я как больной человек, который не может сдержать себя и гадости, говорит. Училка любила, и ты ее трахал обязательно. У людей странные лица, значит, они дегенераты. Она даже давала мне бесплатные уроки. Давала ему... И он стал великим музыкантом. Это, наверное, какой-нибудь известный человек. Это его биография. Казалось, что большего мне и не надо. Однако у судьбы были другие планы на меня. Рак. Рак! Вот какие у меня планы! Судьба безжалостна! Учительница музыки организовала мне прослушивание в знаменитом музыкальном колледже. И этот мальчик стал Кэнни Вестом. И потом трахал Кардашьяна. Вот. Ступить после школы. Я не хотел идти, потому что у меня не было денег, чтобы там учиться. Так какой смысл тратить время? Но она сказала, что жизнь иногда преподносит нам сюрпризы. Я решил пойти, чтобы сделать ей приятное. Во время... Сделай мне по-другому, приятный малыш. Давай, я поработаю над твоей трубой. Останься после уроков. И меня попросили симпровизировать. И внезапно. Наверное, из-за нервов музыка захватила меня целиком. Я подумал о своих родителях, братьях и сёстрах. И попытался передать это тёплое чувство музыкой. Результат получился потрясающим. Похоже, я произвёл на членов жюри сильное впечатление. Они сообщили, что дадут ответ через пару дней. И я пошёл домой без особых надежд. Однако вскоре мне позвонили и сделали предложение, от которого было очень сложно отказаться. Мы подписываем тебя на лайбл. Миллион дисков выпускаем. Мальчик, завтра ты станешь миллионером. Руководство колледжа уверило меня, что мне не нужно будет платить за обучение. Я даже буду получать небольшую стипендию. Я никогда не считал себя особо талантливым. Но в колледже, очевидно, считали по-другому. И всё, что он сделает для других людей, ну не считая своей семьи, это он вытянет ту училку музыки, женится на ней, и они заведут кучу детишек. Пять. Чтобы группу сколотить. Эта группа тоже станет очень... Эта группа будет в Гейтлс. Сколько их там было. Мне пришлось отказать... Так они и появились. В колледже подумали, что я что-то неправильно понял. В смысле? Но я действительно не мог принять предложение. У меня было время поразмышлять над этим. Я нужен был своей семье и не мог подвести близких. О, это печально. Я зарабатывал деньги. А без них моей семье будет очень трудно. Поэтому я собирался выйти на работу на... Ты можешь... Ну, блин, ты быстро станешь, может, популярным как-то заработаешь. И хочешь, чтобы эта история хорошо закончилась. День сразу после окончания школы. Учись ночью, работай ночью, не спи. Оказываться сразу же. Обсудить это с родителями и прислушаться к их мнению. Я рассказал родителям о приглашении из колледжа. А также о своём решении. Мой отец странно взглянул на меня и сказал. Ты что, дурак? Это твой шанс в жизни? Я трудился все эти годы не для того, чтобы мои дети гнули спины на низкооплачек. Так можно, да? Просто он своего батю изображает с акцентом. О, мой батя говорит вот так. Воймейр работе. А ещё он всегда ходит в сомбреро. Я не ожидал такого ответа и с удивлением заметил, что не смогу. Вообще, мальчик, святой человек. Ничего, ничего плохого в нём нет. Вообще ни капли. Если буду учиться. Святейший. Радно, сказал отец. Мы взрослые и уж как-нибудь разберёмся без тебя. Мы же не голодаем. Сейчас я учусь в старших классах. И музыкальный колледж ждёт меня. Я всё время занимаюсь музыкой. А ещё много работаю, чтобы отложить побольше денег для семьи перед тем, как уеду. Меня ждёт большое будущее. И всё благодаря моему отцу. Помимо того, что его упорный труд дал мне этот шанс в жизни, он также научил меня правильно расставлять приоритеты. И потом какой-нибудь рэпер такой пип-бу-пип-бу-пип-бу-пип-бу-пип-бу. И что-то зачитывает и всё. Мир разрывается. Все слушают только рэп. И этот пацан в переходе на турбе дудит. И никому нет дела. Вот так могло бы быть грустно. Ведь если у тебя есть талант, не стоит растрачивать его по пустякам. Я уверен, что буду очень усердным студентом, потому что когда я начну работать... А водка, водка с учительницей музыки у него есть или нет? Ну смогу поддерживать свою... А, нет, эти фотки он хранит... А, у него же нет телефона. Он эти фотки хранит под бельём, чтобы никто их не видел. Потому что эти фотки нельзя просто так показывать людям. Так же, как они поддерживали меня, чтобы моя мечта осуществилась. Я надеюсь, вас воодушевила моя история. Очень замечательная история. Она мне очень понравилась. Ставьте лайки этому ролику. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски ЭТОЖИЗНЬ. С вами был Юлик. Всем пока.